добрый день дорогие друзья сегодня у нас видео о замечательной технологии без топливных генераторах владимира алексеевича клёсова надо сказать что к теме этой я обращаюсь уже второй раз предыдущее видео она вышла два года назад набрала на сегодняшний порядка 150 тысяч просмотров вызвал вообще большой интерес люди писали мне много писем и так далее так далее задавали кучу вопросов что это за таинственный генератор работает на донбассе что он там отапливает и так далее так далее сомнений конечно тоже было мало и вот наконец владимир алексеевич мне неожиданно позвонил буквально неделю назад но я конечно не стал ждать чтобы звать второй раз сразу помчался скажу наперед что увиденное меня никоим образом не разочаровала он продемонстрировал две установки в рабочем состоянии мы сняли с них показатели установка меньшей мощности при потреблении 330 ватт производила электроэнергии на 2,4 киловатта 2,4 то есть примерно в 7 раз больше чем потребляла установка большей мощности потребляла 2 киловатта из сети и производила 27 и 7 то есть 7 и соответственно 14 раз больше нам позволили посмотреть потрогать заглянуть на осциллограф задать все интересующие нас вопросы в общем я оказался и полагаемые друзья тоже вполне удовлетворен кроме того я увидел установку еще и на 200 киловатт правда в этот раз мы ее не тестировали поскольку комплектующие для такого оборудования весьма дорогие ну там одних конденсаторов мы насчитали примерно 30 тысяч долларов вот то есть собрать необходимые средства для того чтобы завершить это строительство но это сама по себе непростая задача вот сейчас нынешних условиях в украине но теперь собственно само видео об проведенных испытаниях но разумеется такие длинные места скучно мы отредактировали значит сегодня будем демонстрировать две установки одна установка которую сейчас видите это вторая более помощнее значит мы из тех комплектующих которые у нас были начинаем делать сами себе домашнее отопление это на тот случай когда осенью не будет нормально тепла дома связи с военными действиями если не будет тепла дома чтобы как-то обезопаситься до предостеречься вот эта установка значит они еще несколько слов значит она рассчитана на 48 вольт можно меньше сделать ну тогда меньше тепла будет а так 48 это в том случае когда можно взять аккумулятор который продается на велосипеды электровелосипеды и с него получать вот такое тепло ну это первое мы сейчас будем запускать его от латра сейчас установим 48 там вольт можем подать чуть больше там и это будет еще мощнее я вам покажу сколько потребление идет из сети сколько у нас в индукторе вот и сколько у нас тепла при этом во всем скажу на какой частоте это все работает у нас там вот есть и счетчики электрические приборы вот оценограф по которому там мерить можем и видим форму сигнала значит ну всевозможные приборы которые по замерам тока напряжение частоты и прочего хорошо сейчас мы включим и просто продиктуем все эти показания прибора до готовный датчик поставить все еще есть сейчас нам нужно будет подождать пока набежит температура потому что температура но при этом при температурных показателях электрические показатели не будут меняться ток 1 и 5 ампера ток 1 и 5 ампера напряжение 48 но при этом при всем мы можем сейчас сказать даже то что сейчас 220 просто этот преобразователь это все потребление значит и того потребляет сколько 220 умножить на 1 и 5 330 ватт теперь значит замерим сколько тут на индукторе 43 ампера и напряжение у нас 56 вольт это нужно будет 43 умножить на 56 мы получим мощность на индукторе тепловая мощность она более сложна по расчету это не вода при которой это мы можем почитать по одной силу формуле нужно будет только температура входа выхода из котла потом умножаем на коэффициент 73 и на производительность насоса здесь она намного сложнее здесь учитывается не только температура входа выхода вот и площадь нагреваемого элемента учитывается инстакрасное тепло ну и прочее каким образом это все работает значит это магнитными полями катушка индуктивность создает магнитное поле свою очередь здесь существует еще и токи фуко который все это вместе начинает воздействовать на это железо значит и железо нагревается при этом вот выделяется это тепло которое нам необходимо значит откуда это все берется это все берется из вот такой таких элементов называемых смешанным колебательным контуром здесь очень просто все два транзистора конденсаторы ну и блок управления там сзади и практически все славит а этого что за на радиаторах таких это транзисторы такие мощные до мощные транзисторы на радиаторах потому что вот токи большие да да и вот приходится браться брать покупать такие вот мощные транзисторы которые могли бы пропускать большой ток на радиаторах а по началу до 70 в результаты работы на радиаторах для прибыли нанеси китайцы и наши нашу на радиаторах для исключения на радиаторах для спиртных то что из подъема мы не можем убрать часть времени звезда на радиаторе для движения в результате техник не только запасных до этого тепла я потом скажу там по расчету получается это установки это порядка 5 5 с половиной киловатт тепла если мы берем из розетки там определенное количество 300 ватт и здесь получаем 5 киловатт тепла 5 половиной честно говоря сейчас она тут не стали сейчас увеличивать чего-то шок и загореться еще ну да наш только дым пошел вот это первый ну вот сейчас сколько но по теплу производит тепловая мощность это вот сейчас вот именно сейчас это пять с половиной киловатт при 48 48 вольт при таких напряжениях пять с половиной если мы добавляем напряжение значит в этом случае увеличивается мощность но нам нельзя добавлять еще мощности потому что на выходе воздух должен быть не более 80 градусов но это по снипу вот у нас чуть больше значит это лабораторная установка и она планирована так чтобы здесь сделать вот это никелированную трубу красивую где будет распространяться вот и не только теплый воздух но и сама она по себе тоже будет как на риме вот практически с этим все ну а энергия это откуда берется секрета тут вот в чем значит вся эта установка она работает вот энергии смешанного колебательного контура значит если у нас на сегодняшний день по классической значит электродинамике существует значит резонансная так называемая колебательный контур последовательный либо параллельный где подводится к этим контурам подводится только переменное напряжение при этом возникает дополнительная энергия а то вот и говорят о том что вот резонансная система значит сразу она подразумевает дополнительную энергию никто не сомневается в том что в резонансных колебательных контурах есть дополнительная энергия этот колебательный контур резонансный если последовательный резонанс это резонанс напряжение параллельный контур значит это резонанс токов. В данном случае это смешанный. Здесь у нас и увеличенный ток и увеличенное напряжение. Мы сейчас видим, что полтора ампера мы выхватываем тока из розетки, а на контур приходит 43 ампера. Вот вопрос сразу возникает, откуда эти 43 ампера? Вот у вас сейчас видно явно, из чего состоит этот контур. Значит, работает он как раз в смешанном том режиме. Он не резонансный, он просто колебательный контур. Это можно увидеть по осциллограммам, там четко идет синусоидом. Идет колебательный процесс. Идет заряд, разряд на свои практически энергии. Но любой колебательный контур, он затухающий колебательный контур. Хоть резонансный, хоть наш. Но в нашем случае для того, чтобы его подпитывать нужно какой-то энергией для того, чтобы он все-таки продолжался дальше и никогда не затухал. Значит, в этом случае мы видим о том, что полтора ампера мы берем только лишь для того, чтобы поддерживать этот колебательный процесс. Какая это энергия? Это энергия импульса. Импульс очень у нас короткий, который подается вот в этот колебательный контур. Энергия из сети. Мы его подпитали энергией. Чуть-чуть. Длительность его очень маленькая импульса. Кого-то и такой ток показывает не входит. Но сам процесс колебательный, он уже идет от работы катушки и конденсаторов. все тут сложности никаких в принципе нет таких. Видно, что уже разогрелось до красного. Ну да. Ну вот на салагане видно. Это у нас импульсы подпитки. Это все импульсы те, которые берутся из сети. Энергия из сети. Желтая. Вот его длительность. Вот его мощность. Эта энергия заходит в колебательный контур. Вот она симусоиды у нас. Ничего тут сложного нет. Ну а обогреваться на практике этим устройством давно стали? Сложно сказать. Все время этим в принципе и занимались на протяжении года. Угу. То есть это у вас разработка на этот сезон или уже грелись ее? Да нет, только на этот. Потому что вначале мы сделали, конечно, там делали и по воде отопительные приборы. Ну с водой, будем так говорить, там слишком много потерь, переходных там. Плюс вода как теплоноситель может и хороша, но вода как теплоноситель греет сначала радиатор, потом радиатор греет воздух в доме, в помещении. Здесь мы сразу обошли этот момент. Греем сразу воду. Угу. Значит, и еще мы рассчитывали эту систему включать ее на американский стандарт, это 110-127 вольт. Угу. Энергии, естественно, будет больше. Вот. Но так как энергии будет больше, в этом случае мы увеличили количество теплоносителей наших. Это вот в этой установке уже. Потом ее включим, покажем. Ну а здесь у вас, я так понял, уже сборка стоит, да? Но вижу, что здесь больше конденсаторов. Да. Здесь она мощнее. Вся та энергия, которая могла бы быть в этом контуре, мы ее сейчас сделали, распределили на все эти четыре штуки теплоносителей. Ну, по крайней мере, вот так вот она у нас устроена. Ну что ж, замечательно. Верхняя часть, это импульсы подпитки колебательного контура. Это та энергия, которая берется из сети. Значит, вот она есть. Вот данные показатели. Значит, голубая синусоида, это синусоида, которая по напряжениям, которая находится сейчас в контуре. Ток мы с вами замеряли. Вот по напряжению, вот она она. Вот данные по напряжению. 318. 318 вольт. А ток, сейчас не помню. Ну, 90. Ну, 90 на 318, вот и вся энергия. Та, которая сейчас преобразуется с магнитными полями в тепло. Ну, и в завершение, так сказать, в сухом остатке, что мы имеем. Мы имеем оригинальную технологию, уже запатентованную. Мы имеем фактически целую линейку без топливных генераторов различной мощности. Мы имеем установку на 200 кВт, которая в процессе строительства. Мы имеем также колоссальные рыночные перспективы вот такой технологии. Я уверен, что имеется огромный скрытый спрос. Все знают, что сейчас творится на газовом рынке. Какая зима нас ожидает, я думаю, мы все догадываемся. Сотрудники лаборатории Владимира Алексеевича вот как раз устройство идти и делают, чтобы самих себя-то в первую очередь согреть, что вполне понятно. Поэтому я высказываю свое искреннее пожелание Владимиру Алексеевичу и его людям найти тех самых серьезных инвесторов, которые понимают всю ценность этой, несомненно, замечательной технологии. Хочу пожелать Владимиру Алексеевичу Клесову большого успеха, чтобы он, наконец, получил то моральное и материальное воздаяние от нашего общества, которое он, несомненно, заслуживает. Будьте здоровы, дорогие друзья! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова